Я сделаю небольшое вступление, затем передам слово Галине, которая расскажет кейсы из практики компании «Госпромнефтьразвитие». Эта компания, на мой взгляд, является той самой лучшей практикой, которая получается, скрывая таланты людей, добиваться хороших результатов. Прежде чем я подкрою первый слайд, я хотела бы задать вам вопрос. Коллеги, скажите, пожалуйста, а какая самая важная компетенция у руководителя проекта? Довести проект до конца. Довести проект до конца, это бы задача, миссия такая по жизни. Хорошо, а вот компетенция какая еще? Коммуникация. Коммуникация, важные коммуникации, согласна. А еще что? Мотивация. Мотивация, да, но это не компетенция, это, так сказать, тоже движущая сила, прежде достижения цели. Лидерство сказали здесь, да? То есть коммуникации, лидерство. А почему лидерство? Что это такое? Вообще, что такое лидерство? Умение мотивировать людей на выполнение задачи. Умение вдохновить, да? Способность вести за собой команду проекта. Да, способность собрать команду, обозначить цель, куда мы идем, да? Восключить ту самую внутреннюю мотивацию и увести ее за собой. Я надеюсь, в правильном направлении. Так, хорошо, а еще что такое лидерство? Настроение доверия. Да, лидерство не будет, если не будет, вот это вот в команде, в команде. Не будет команды, если не будет доверия. Очень часто мы говорим о том, что лидер, он оставляет команду. Ну, а самое-то главное, что такое лидерство, скажите мне. Ответственность. Да. Это в первую очередь тот человек, который берет за себя ответственность, он и есть лидер. А дальше уже он должен быть идейным вдохновителем, визионером в хорошем смысле. Он должен понять, куда мы идем, а зачем мы это делаем. И уметь себя вдохновлять, включать внутренние ресурсы для того, чтобы работать с людьми, работать с командой. Мы сейчас поговорим с вами про лидерство, всего лишь одно понятие, да, какое емкое. А еще что важно, какие еще компетенции в работе проекта важны? Нервы. Не надо, стрессоустойчивость такая, да? Особенно в кризисное время. А еще что важно, вот взяли мы всего из себя такого лидера, даже с хорошими коммуникациями. Ну вот не может он найти общий язык со специалистами, с архитекторами, с инженерами, с теми, кто занимается, не знаю, закупками, проектированием. Отношений. Чего не хватает? От переговоров. Переговоры, даже коммуникации, да, правильно? То есть правильно таки, согласно. Ну а что еще должно быть, чтобы он с ними говорил на одном языке? Знания, да, 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 да но нигде практически, кроме как управления проектами, не должно быть глубоких знаний. Менеджер? Широко. Менеджер, да? Хорошо. А есть кто-то, кто считает по-другому? Я понимаю. Так, отключитесь, пожалуйста, все. Проголосуйте. Все, кто считает, что разработчик проекта должен быть вот таким вот. Широко. Широко, но не обязательно глубоко. Поднимите руки, кто так считает. Так, те, кто не подняли руки, я так понимаю, что занимают другую позицию. Те, кто считает, что должен быть специалистом, например, предметником, чтобы вот если копнет, то глубоко, да? Поднимите руки, кто так считает, что должен быть в первую очередь предметником. Это действительно. Можно ли быть специалистом во всех областях? Нет. Невозможно. И в архитектуре, и в программировании в коде, и в управлении командой, подрядчиками, финансом, бюджете, да и так далее. Сложно быть специалистом во всех областях. Но если ты не прошел вот эти ступенечки, то как ты будешь говорить с исполнителями? Как ты их задачу будешь ставить? Главное. Чтобы они тебя поняли и стали это делать? Ну, наверное, это довольно сложно. У тебя широкий прогнозор. Широк? Да. В данном случае мы говорим о том, что матерские компетенции тоже очень важны. Мы с вами поговорили, покачали немножечко эту тему. Действительно, если двигаться по тому, что мы считаем есть руководитель проекта и что это такое талант, да, который двигает проект вперед, мы для себя обычно выделяем. Ну, это не так мозговой штурм. Затем мозгового штурма здесь у нас с вами появляется. Нам важно, чтобы у него были знания в управлении проектами. Это тоже элемент, часто называемых технических знаний, потому что нужно знать процессы, инструменты, методы. Нужно знать, как система работает. Какие там шестеренки, как она вращается к такой скоростью. Предметные знания. Знания той области, той отрасли, того предмета, в принципе, которым занимается, которым посвящен проект, может быть, не глубокий, да. Умение создавать и управлять командой, умение вдохновить команду, работать с командой. Еще сейчас активно выделяется компетенция, которая называется системное мышление. Очень часто слышу, причем системное мышление это компетенция анализа, синтеза, оценки и плюс еще принятие решения в условиях неопределенности. Мы проводили исследование, собрали HR, собрание руководителей проектов и попросили их назвать одну самую важную компетенцию руководителей проекта. Как вы думаете, что ответили HR? Что сказали? Что HR сказали? Те, кто занимаются развитием людей. Что они считают самое главное в руководителе проекта? Коммуникации. Правильно! Коммуникации должны быть. 80% времени в руководителе проекта это коммуникация. Это же коммуникация. Вы думаете, что ответили руководители проектов? Вторая команда сидела у меня в вопросе. Что они ответили? Проекты. Проекты. Вы знаете, что они сказали? Харизму. Харизму – это то, что позволяет быть успешным. Я добавила сюда вроде шутки. И еще добавляю сейчас то, что называется стратегическое мышление. Сегодня на повеску дня PMI перед нами ставит вопрос о том, что руководитель проекта должен не только знать кухню одного проекта, он должен понимать, как этот проект соответствует стратегии. А вот это та самая работа со спонсорами, с топ-менеджментом, с PMO, с офисом управления проектами. Это понимание портфеля проектов и места своего проекта в общем портфеле. Это понимание приоритетов. Это умение и способность той самой организационной гибкости. Ну и что нам говорит сегодня PMI? PMI говорит, что нам, друзья мои, есть треугольник, в который выделяется три ключевых компетенции, дающие 40% успеха проекту. Наконец-то. Первый раз померили. Это все вкладываем, вкладываем в обучение, развитие людей. Вот на цифру 40%. Ничего себе. Я сегодня начинала с того, что мы бьемся за 2-3%. Тут 40. Ну вот все, инвестирует в персонал. Что важно? Технические компетенции, вот те самые знания по управлению проектами. Важно лидерство, мы сегодня с вами обсуждали. И важно то, что называется вот это стратегическое видение и понимание бизнеса, бизнес-задач, бизнес-мышление. Да, вот эти вот три компетенции продемонстрировали наиболее эффективные организационно-зрелые компании. И они показывают следующие результаты. Ну, разбег примерно между эффективным и неэффективным где-то в 20%. Посмотрите, это на самом деле существенная цифра, это уже сигнал. Надо смотреть на это. На что обращают внимание? Какие инструменты развития талантов есть в этих организациях? А вот с последнего ряда меня видно? Там видно? Вы там вода с нами? Отлично. Посмотрите, что здесь есть. Здесь есть обязательно обучение. Это я на протяжении многих лет смотрю исследования курса профессии FMI. Говорят, надо обучать людей. Даже в кризис. Как вы думаете, почему нужно обучать людей в кризис? Какие соображения? Или не надо? А? Мы находимся в кризисе. Чтобы дальше выкарабкаться. Кризис головок. Не знаю. Сказывается на мешоке, да? Даже в кризис мы говорим о том, что это важно. Это развитие обучения. Второе. Очень важно определить то самое карьерное развитие работников. То есть формировать этот трек, индивидуальный трек развития сотрудника. Индивидуальный план развития, карьерный план. Это работает, потому что это мотивирует, очевидно. И важно, чтобы были инструменты, процессы, методы передачи знаний. От одного проекта в другой проект. От одного департамента в другой департамент. Внутри организации, между организациями. Самый высший пилотаж бенчмаркинг. Это когда ты смотришь не только на то, что хорошо для твоей отрасли. Для твоих видов проектов. А когда ты смотришь на то, как это происходит в других отраслях во всем мире. Вот этот обмен знаний. Вот мы здесь с вами занимаемся тем, что смотрим разные виды проектов. Смотрим общие тренды. Смотрим, что из этого может быть применимо для нас. Ну и Вимай ответил на этот вопрос. Какой профиль компетенции должен быть у руководителя проекта. И здесь мы видим и знания в управлении проектами. И предметные компетенции. И вот эти личностные качества такие. Лидерство, коммуникации. Ну и появляется еще интересная штука. Компетенция в исполнении. Почитайте стандарт, обращаю ваше внимание. Там все подробно расписано. Но для того, чтобы подойти к профилю компетенции. То есть определить, а какой нам нужен руководитель проекта. Кстати, а посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Как вам вот такой вот многогранник, так сказать. Можно ли найти такого человека на рынке? Это вряд ли. Будем. Сложно. Ну вот есть у нас один человек такой. Руку уже поднял. Обращаю внимание. Представьте, как вас зовут. Кажется. У них есть людей на стране, вроде что. Рокер Джамкинг. О! Да. Космические технологии. Все понятно. То есть вот таких вот людей найти. Это супермены такие. Таких суперменов найти действительно очень сложно. Здесь нефиксировано. Да. Нефиксирована еще одна часть. Это эксперимент. Количественно. Для компании должны быть фиксированы определенные планы. И если банка институционно для компании не очень высокая, тогда такие люди найти достаточно просто. И, ну, в рамках не работают, как компания развивают. Но если, например, каждый, ну, план повысить, да, там, десять из десяти, и прочее, да. Тогда, да, тогда этот суперменов на стройной рынке нет. То есть их не просто невозможно найти и в смысле нет природы. Ну, да где они, эти супермены, да? Да где они, эти супермены, да? Я смотрела за себя полностью, поэтому это совершенно как планка. Да. Это целевой профиль. А какие нам нужны люди? Но они, да, кроме правового институционного virtuousа во время строительства...